Тазики, кастрюли и водонагреватели стали верными спутниками в быту для жильцов многоэтажки в Заволжском районе Твери. В это жаркое лето они остались без горячей воды на долгие недели. Почему в 21 веке более сотни семей принимают душ, используя методики из прошлого века, выяснил наш корреспондент. Этим жарким летом жильцы многоэтажки по улице Первой Поселковой остались без горячей воды. 144 квартиры ждут, когда же в их кранах появится заветная горячая вода. А между тем здесь проживают семьи с маленькими детьми и пожилые граждане, которые не особо-то и в силах тягать огромные кастрюли для того, чтобы просто принять душ. Жительнице дома Надежде Орловой без малого 86 лет. Вести быт трудная задача, тем более, когда ходишь с тростью. Все тут пенсионерка. Отсутствие горячей воды прибавило забот. Подготовка к банным процедурам занимает едва ли не половину дня. И такая картина в каждой квартире уже более полутора месяцев сетуют граждане. Вначале горячую воду отключали Планово с 12 по 26 июля. Но радоваться ее возвращению в краны долго не пришлось. 26-го воду дали, 28-го воду отключили. И по сей день у нас воды горячей нет во всем доме. Много маленьких детей, очень много пожилых людей. Не каждый может установить водонагреватель. И у нас электросети старые очень. Мы можем вообще остаться без электричества. Перебой с электричеством жильцы от такой нагрузки замечают каждый вечер. Люди всерьез боятся, что проводка не выдержат. А владельцы водонагревателей говорят, что ежедневный душ стал роскошью. Ведь цифры в платежках ощутимо подросли. Когда можно будет помыться без ущерба для семейного бюджета? Ответ на этот вопрос жильцы ищут у коммунальщиков. Писали в управляющую компанию, в Тверскую генерацию. От управляющей компании нет реакции. Понятно, что не они виноваты. Это Тверская генерация. Но отреагировать обязан. Впрочем, вопрос горячей воды давно не дает покоя и самому директору управляющей компании. Руководитель заверил, что дом готов к отопительному сезону. Но посетовал, что сам не раз связывался с тепловиками. Написали письмо с просьбой указать срок, когда будет восстановлено нормальное водоснабжение. Пока что ответа нет на руках. Поэтому, по их словам, еще работают. В преддверии отопительного сезона Тверская генерация активно ремонтирует сети по всему городу. В том числе и на Санкт-Петербургском шоссе. Причем сразу в нескольких точках. Измноженность труб в Твери около 80%. Это и является причиной проблем. Данный адрес не исключение. Тут тоже не теплосети, а сплошной тришкин кафтан. Однако нас заверили, что сейчас ремонтная работа на финальной стадии. И в ближайшие дни горячая вода все-таки появится в этой девятиэтажке.